Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфире программа «Лучшие в стране». В эфирной студии у нас Юлия Егорова. Роман Шахов. И мы с огромным удовольствием представляем нашу гостью. У нас в студии клипмейкер, режиссер, автор необычных проектов, мама, просто красивая женщина Ирина Миронова. Привет. Ой, привет. Давненько меня так не представляли. Мама и красивая женщина. Ирочка, еще художник. Художник. Художник я в душе, да. Мне кажется, кстати, это самое правильное определение для Ирины, да, потому что ты многими вещами занимаешься, любишь все делать красиво и кем, как ни художником, ты являешься. Давай начнем с того, что бередит твою душу больше всего в этом октябре, вот что, может быть, не дает тебе спать, чем ты просыпаешься. Это твоя школа, новый набор и мастер-класс. Абсолютно верно. Бередит мою душу, мое любимое детище. Я очень люблю четвертую осень в моей жизни пополнится новыми прекрасными лицами. Я приглашаю на новый курс всех желающих, любителей кино, вообще всех, любых профессий, людей. Все это очень интересно для любого возраста и для любой профессии. Школа называется «По воскресеньям я снимаю кино», так и называется. Потому что каждое воскресенье 10 штук, 10 воскресеньев до конца года, до конца декабря, мы будем встречаться в красивейшем месте глав кино, киноконцерн, новейший, красивущий. Это мой партнер в этот раз, в этом году. Это в первый раз, получается. Это первый раз мой партнер, да, вот такой вот красивый, любимый партнер, глав кино. Но встречаемся мы 15 октября впервые на открытом бесплатном мастер-классе для всех желающих будет информация в соцсетях и везде-везде, как, что и куда. Но чтобы попасть, нужно в любом случае написать мне личное письмо на e-mail ириномиронова-собаколиз.ру и сказать «Я такое-то хочу к вам, потому что». А я отвечу и приглашу. На сайте вся информация есть? Абсолютно верно. На сайте про школу. Школа называется «По воскресеньям я снимаю кино». Так, каким надо быть, чтобы Ира Миронова написала «Давай, welcome, приходи». И чего надо хотеть от этих мастер-классов. Вот, вот это что в итоге можно получить. Знаете, почему я это придумала с e-mail? Потому что как только говоришь человеку, он говорит «Я хочу, я все хочу, я хочу научиться, дайте мне научите, где эта кнопка?» Я говорю «Окей, напиши мне письмо на e-mail». Ой, а зачем? Преграда номер один. А точно надо, да, преграда номер один. Как только человек находит время, тратит свое драгоценное время, две минуты на то, чтобы все-таки написать мне письмо, ему представиться, просто сказать «Я такое-то хочу, то-то, рад буду познакомиться». Все, для меня это уже первая зеленая лампочка. То есть если человек напишет «Я хочу быть крутым клипмейкером и зарабатывать на этом миллионы долларов», это ко мне. К тебе, да. Ира, скажи, пожалуйста, зарабатывают ли уже хорошо те люди, которые уже учились у тебя? Три же выпуска произошло, правильно? И следишь ли ты за этим. Я вам скажу, открою тайну, что все эти люди, они немного ко мне попадают в итоге, но все эти люди так или иначе что-то как-то зарабатывают. Миллионы не миллионы, но в любом случае это дверь в реальный бизнес для тех, кто хочет. Опять же, тут за руку нельзя никого тянуть. Вот у меня есть такие студенты, которые очень много говорят «Я хочу», но ничего при этом не делают. Но это судьба. Вот если человек так хочет, но ничего при этом не делает, такое тоже бывает. Потому что надо хотеть, как Ира. Ира даже полы мыла когда-то в театре, было дело же, да? Вот как надо хотеть. Это моя первая работа. Я просто очень хотела. На третьем курсе своего университета геодезии, картографии и аэрофотосъемки. Ира, через что ты еще прошла, мы обязательно поговорим. Давайте. Песня и клип, который ты снимала. Да. Она вас познакомит с ключами от таинства профессии режиссера. Дорогие друзья, смотрите, слушайте «Страну.ФМ». У нас сегодня в гостях Ирина Миронова. Да, и вот только что мы послушали песню «ММ», «Ключи от сердца». Клип посмотрели. Ирина как раз таки автор этого клипа. Где он снимался? Я не очень поняла по картинке. Вообще мы держим в секрете. А локации не раскрываются? Локации не раскрываются. Да, потому что, мне кажется, тайну, чудо нельзя все до конца открывать. А нам сразу надо, да, радищикам, телевизионщикам. Так, где снимали, сколько денег заплатили. Сколько денег, что куда. Да, но главное, что это похоже на необычное прекрасное место, где-то, может быть, даже не на земле. Вот этот вот мужчина харизматичный, импозантный, это же трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, да? Александр Липовой. Абсолютно верно, да. Но сейчас, в принципе, модно, да, в клипах? Или это всегда было так, приглашать очень-очень-очень такую звезду? Вы знаете, люди не просто так становятся трехкратными чемпионами, чего бы то ни было в этой жизни. Это точно. Он прекрасно так смотрится в кадре, что лучше и не придумаешь. Тем более с Эммой, с модной, странной, красивой, такой, ни на кого не похожей, нужна была странная пара. И это было два очень красивых человека в кадре, совершенно разных. В этом смысл клипа, что эти два человека, которые не должны были оказаться вместе, и они не хотели быть вместе. Но судьба их заставила, и пока они не подружились, ну, в кавычках, подружились, не нашли друг друга, вот их не отпустила эта машина судьбы. Но это же, кстати, твой прием, да, идти от обратного. То есть, если ты снимаешь рокеров, то ты добавляешь туда что-то не рокерское, например. Это очень интересно, подмешивать жанры, добавлять что-то от поп, искусство рокерам, поп-эстрадным певцам, там, что-то от рока или там еще что-то такое интересное. Вот это, ну, это же очень интересно все перемешать. Сразу придумываешь это вот, что подмешать, то есть, слышишь песню, сразу рождается идея, или надо как-то с этим, да? Я придумываю сразу, проблем с этим нет, даже в некоторых... Фонтанируешь. В вариациях. Другое дело, чтобы это понравилось так же моему заказчику, моему артисту. Вот здесь уже приходится попотеть, поработать. Особенно, наверное, с молодыми артистами, которые говорят, Ира, я хочу в Лос-Анджелес, в пустыню, и я такая вся в масле, вся такая загорелая, вот так. Ира говорит, это уже деревня, это уже не модно, давай сделаем концептуальное какое-нибудь видео. Да, с молодыми очень трудно, потому что глаза горят, копыта бьют, даже пыль на эту самую землю, в хорошем смысле, на все готовы, как ракеты куда-то летят, неуправляемые ракеты совершенно. И вот не очень хорошо получается. Обычно с большим трудом их удержать в каких-то рамках и что-то такое действительно сделать. А в нашем деле нужна дисциплина и послушность. Вот у меня всегда с Аллой Борисовной так хорошо получалось, потому что она, как ни странно, одна из немногих, ну потому что это супер-профи, очень послушная актриса на площадке, Кристия Арбаката тоже, Диана Арбенина. И многие люди, кто уже очень давно снимается и знают, что тут копытом бить не надо, тут надо просто быть в руках режиссера, уж раз ты доверился, надо уже отдаться полностью. И вот тогда получается наилучший результат. С молодыми это тяжелее всего происходит. Но при этом интересно, наверное, да, когда они еще такие свеженькие, новенькие, не зашкаливанные. Это взрыв эмоций, это каждый раз новые решения и психологические тоже. А как же его укротить? Какими же пряниками? Или уговорить. Или уговорить. Они еще голенькие все хотят быть. Голенькие? Голенькие, это хорошо. Девочки, сделаем небольшую паузу музыкальную и скоро вернемся к обсуждению. Ирина Миронова сегодня в гостях. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». У нас программа «Лучшая в стране». Вы знаете, всю неделю она снимает клипы, а по воскресеньям снимает кино. Ирина Миронова в гостях у «Страны.ФМ». Ирина, ну хочется еще, на самом деле, поговорить про твою преподавательскую деятельность. Кстати, страшно было начинать, вот первый раз выйти к студентам? Нет, не страшно. Это вообще затея очень эгоистическая, потому что я сколько снимаю? Я в 17 лет снимаю клипы, и все с самого начала, с первого дня, я все время ищу каких-то соратников, сподвижников, помощников, коллег и всех, кто со мной бы заодно. Я их учу сама, что могу, у них учусь. У меня за эти 18 лет уже так или иначе на студентов огромное количество. Они сейчас рекламу снимают, крупные и большие продюсеры, компьютерная графика, режиссеры монтажа. Мой родной брат Илья снимал со мной клипы все мои годы. Сейчас он один из лучших вообще ведущих специалистов в стране, режиссер монтажа. Все эти Coca-Cola, рекламный, все, все, все делает, все снимает, все монтирует. Вот так что я только за... я всегда этого хотела, научить кого-нибудь сделать так, чтобы мне было удобно потом с этим человеком работать. Собственно, довольно эгоистическая задача. А научить снимать крутые клипы можно. Да, если есть к этому талант. В нашем деле, как это ни странно, это как в музыке. Если у тебя есть слух, то его можно развивать. Но если слуха нет, ребят, ну бесполезно. Но здесь же нужно иметь талант многогранный, быть одновременно еще и бизнесменом, да, и человеком, который умеет считать деньги, умеет заниматься бюджетом и психологом. Вот это и точно. Вот это то, про что я в своей школе по воскресеньям я снимаю кино и рассказываю. Мы начинаем с того, что мы учимся и смотреть кино, и понимать, как оно делается на всех-всех уровнях, этапах. Это очень многослойный пирог. И этим-то интересно. Там и психологии много, и бизнеса много, и всякой всячины потусторонне много. В общем, да, здесь нужно... Интересненько вообще про потустороннюю всячину. Да, да, такое есть. Все свои грани. У меня даже есть такие тренажеры фантазии, например, я с студентами. А сейчас мы полетаем на метле, да? Да, да, тренажер фантазии, прям очень конкретные упражнения, безумно интересно все. А программа авторская, ты сама ее придумала? Я ее сама придумала. Это все на базе того, что я за 18 лет освоила в кинобизнесе. Вот. И я даю очень много учебников, не мною написанных. От воскресенья к воскресенью всю неделю студенты читают огромное количество прекраснейшей литературы, смотрят видеоуроки не мною созданные. Я их просто им выбираю, что лучшее вообще есть. То есть заполняешь их мозг по полной программе. А сама рассказываю вот три часа то, что я, это только мой опыт, абсолютно уникальный, мой собственный, мои правила, мои наработки. Можно ли сказать, что выпускники твоей школы вот через 10 месяцев, да, получается, длится курс? 10 недель, 10 воскресенья, а потом они остаются со мной на всю жизнь. Работают и ходят. Могут ли они, Ира, позвонить и сказать, Ира, вот мы тут снимаем, вот как-то что-то как-то не клеится, может быть, посоветуй. Приедешь, делаешь вместо нас. Были такие случаи, я отказываю, я категорически нет говорю. Приехать не приеду, но в форме спросить, задать вопрос, грамотно сформулированный, всегда получите грамотный ответ. А сама ты можешь задать вопрос и спросить, ну, как бы, или нет, для тебя это сложно учиться самой? Ну, с кем-то советуешься. Я это делаю постоянно, каждый день я только и делаю, что учусь. У меня просто на этот счет бзик. Я к этому отношусь так, знаете, как скрипач. Если ты владеешь своей профессией, а в нашем режиссерском деле это именно так, эти гаммы нужно играть каждый день пиликать. Золотые слова. Мы сейчас сыграем еще один трек. Да, интересно, что ты скажешь про наш следующий клип, у нас Quest Pistols и Magical. Ух ты, какой! Друзья, вы слушаете и смотрите Страну ФМ. Лучшее в стране. Программа продолжается. У нас сегодня Ирина Миронова. И мы сейчас, пока слушали песню в исполнении Юта, заговорили вообще о трендах в клип-индустрии. Я задала такой вопрос. Вообще, можно ли снять клип за три копейки? Потому что сейчас смотришь, да, кажется, что такая тенденция тоже есть. Чем проще, чем аскетичнее, тем круче, чем меньше спецэффектов. Опять же, не все так просто, да, Ира? Ничего не просто. Вообще клипы, кино, все, что связано с камерами, эта штука очень дорогая. Вам же не придет в голову сомневаться в том, что если машина стоит дороже, то есть Мерседес лучше, чем Лада, да, но это в любом случае. Вот это такой же технический механизм. Чем там больше денег, тем она точно лучше. Без всяких сомнений. Поэтому клип штука бюджетная. И тем более нас всех разворотил интернет, как ты правильно заметила. Абсолютно, да. И теперь, имея возможность каждый день смотреть десятки клипов, нам кажется, ой, это уже не круто. Крутых, лучших, круче. Можно еще круче. Кланетарного масштаба клипов. Мы заходим в интернет одним каким-то касанием, оказываемся в мире, где мы можем быстро перелистывать клипы, снятые за колоссальные бюджеты на протяжении десятков лет. И все это перед нами в таком огромном количестве, что создается обманчивая такая иллюзия, что все это просто. Но эти сняли, те сняли. И мы, значит, можем. Давайте сейчас такие технологии, такие программы, такие хорошие камеры. Ой, как это все просто делается. Нет, чем круче технологии, тем сложнее программы, тем все это дороже, потому что люди, которых обслуживают, стоят очень-очень дорого. Я так понимаю, с этого ты и начинаешь свои мастер-классы, объясняя студентам, ребят, все сложно, все дорого. Везде надо пакать. Но все возможно. Но возможно. Да, если в голове есть знания, то дальше все просто и с айфоном можно кино снимать. Главное, что это все надо выучить, разобрать, понять и идти вперед и заниматься каждый день. Но ты жестокий человек, потому что ты... Жестокий человек. Ну хоть такие слухи про тебя, потому что ты, во-первых, бесплатно даже суперталантливому человеку ничего не снимаешь. Да, и я слышала, что ты предлагаешь там, не знаю, что хочешь делай, хоть там шубу свою продавай, находи деньги, но вкладывайся, правильно? Это часть обучения. А это психологический крючок такой, Ирина, объясни. У меня были бездарные совершенно попытки что-то там по дружбе снять бесплатно, кому-то что-то. По любви, да? И даже очень хорошие песни и очень приличные артисты проигрывали в этом результате, потому что теряли самое главное, ощущение того, что ты делаешь очень важное, скажем, дорогостоящую, не имеющую шансов на промах вещь. Тебе кажется, что вот да, бесплатно, но подумаешь, ну не получится, ну получится. И ценность этой вещи становится равна нулю. Эксклюзивность уходит. Обнуляется, да. И результат плачевный. Энергетика другая, насколько я понимаю. Все другое, энергетика другая, все-все-все другое. Опять же, это из собственного опыта, правильно? Как только ты понимаешь, что ты заплатил 5 миллионов рублей за это, ты, я не знаю, что происходит с человеком, но он делается каким-то суперменом и красивым, и послушным, и в кадре он прекрасен, и все происходит быстро, и ни секунды он не теряет на съемочной площадке. А правда, что не бывает экспромтов у тебя на съемочной площадке? Нет, а я вообще против этого, кино так не устроено. Это как, давайте как сейчас экспромтом соберем Мерседес, там Бенц, вот прям соберем сейчас, и прям раз, там экспромтом, сейчас вот мы такие ребята классные, у нас получится, ничего не получится. Вот чтобы сделать клип, примерно это такая же история, как собрать машину с нуля. Давай посмотрим, как ты собрала машину для Дианы Арбининой, Ночные снайперы. Сейчас она заявится. Хорошая машина. Да, будет в эфире песня «Это не мне». Тоже, да, все прошло без экспромтов? Это Бентли. Бентли даже, да? Ну что ж. Ну, заводим, дорогие друзья. Поехали. Дорогие друзья, прибегайте в школу Ирины Мироновой, если вы чувствуете в себе творческую тягу, и знаете, что можете выразить себя через клипы, через фильмы. Ирина Миронова советует не спать по воскресеньям, а учиться писать сценарии, стоять за камерой, руководить съемочную работу. Вообще, знаете, самый главный смысл моей школы, которая называется «По воскресеньям я снимаю кино» — два смысла. Первый — это не пить много спиртного в субботу, чтобы нормально в 12 часов в воскресенье попасть на школу. Это, кстати, тоже хорошо. А, подожди, а начало в 12, да? 12 часов, 12 часов. Ой, ну до 12, я думаю, дают лучшие студенты, да, успевать прийти в себя. А вторая цель очень важная — это, знаете, что сделать? Научиться вообще играть главную роль в собственном фильме своей жизни и быть, иметь лучший фильм в своей жизни. Дай нам сейчас короткий мастер-класс, как играть главную и лучшую роль в своей жизни. Как минимум, так себя надо ощущать. Представьте какую-нибудь невидимую камеру, которая за вами наблюдает, а вы режиссер этой камеры и сами же играете главную роль. Ощущаете себя на пьедестале. И так вы будете понимать, что, может быть, я как-то должен более красиво себя вести, может быть, я должен более вежливо разговаривать с людьми, может быть, я должен как-то вообще лучше себя вести в этой жизни. И сразу все станет с вами смотреть на себя со стороны. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой, как пел Владимир Шахрин, да. Ну, про пьедестал, кстати, вот в предыдущем клипе ты поставила Диану Арбенину на пороховую бочку. На пороховую бочку в виде пьедестала. И очень интересно, конечно, когда художник сам рассказывает о своем замысле, потому что каждый видеоклип представляет для себя, наверное, все-таки свою историю. Или в идеале, чтобы мы, зрители, увидели то, что хотела сказать и донести до нас ты. Нет, для меня задача одна, чтобы хоть что-нибудь увидели и вообще было интересно смотреть. Хоть что-нибудь почувствовали. Да, чтобы просто, называется, приклеить глаза к экрану. Если зрители сидят и смотрят, все, это главная цель. А что они там видят? Пусть каждый увидит все, что угодно. Конечно, я всегда вкладываю в любой клип обязательно литературную историю, какую-то придумываю, сказку. Но никогда не расстраиваюсь, если мне рассказывают совершенно другие сказки, посмотрев мои клипы. Ого, вот это круто. Вот это очень хорошо. А ты хотела бы выпустить книжку своих сказочных сценариев? Да, я так об этом мечтаю. Надеюсь, это произойдет. Потому что для каждого клипа, а их уже сотни, 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 а для каждого еще и не один сценарий был заготовлен, а на выбор артистов там разные какие-то совершенно сказки. Веселенькие, да, грустненькие? То есть противоположные, наверное, бывали. Там и триллеры есть жесткие, и комедии, и все что угодно, и всякая чертовщина. Я мечтаю выпустить такую книжку, где будут собраны все эти истории. При этом у тебя же тысячи фотографий, и с иллюстрациями вообще уже нет никаких проблем. С иллюстрациями проблем нет. Скажи, пожалуйста, над какой книжкой ты работаешь сейчас? Сейчас ведь есть же такое. Сейчас у меня готовится уже практически горячий пирожок. Готовится книжка «Вторая жизнь по правилам съемки». Она будет по структуре похожа на первую. Там будут правила, по которым я, собственно говоря, живу. Это мои правила. Они ироничные, конечно. Они придуманы мною на основе того, что я пережила на съемочных площадках, работая с очень интересными, мощными личностями, работая с которыми получаешь колоссальный опыт. Вот психологически в том числе. Как преодолеть, как заставить кого-то, кто сильнее и мощнее тебя сделать, как ты хочешь, как не обидеть, или как обидеть, а потом из этого выйти. Из этой ситуации. В общем, это интересно. Не только киношникам будет книжка, но и вообще всем-всем. В общем, как живет маленькая, сильная женщина в нашей стране, да? Маленькая, но сильная женщина, которая все сделала своими руками. Ну, не такая уж и маленькая. Когда ждать? Миниатюрная. Ирочка, когда ждать книжку? Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время будем говорить о начале следующего года. Надеюсь, на день рождения мы в феврале. Давай уже дописывай, да. Волшебная, нереальная Ирина Миронова в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» в программе «Лучшие в стране». Ну, и если вы хотите также стать магом и чародеем режиссерского кресла и видеокамеры, добро пожаловать в школу «По воскресеньям я снимаю кино». А что будет написано в корочке потом по окончанию твоей школы? Что я являюсь личным мастером этого человека. А, ты личным мастером. То есть, как бы, я свое имя ставлю, что я дальше. Подписываешься, да? Да. Слушай, а если потом этот студент как начнет чудить, что-нибудь там творить? Бывает же такое, что не путевочники случаются? Бывает, конечно. Но это же не я делаю, не мой клон, а все-таки он делает. Но я помогаю, как могу, все равно. Ир, скажи, пожалуйста, студенты, может быть, в ГИКа, например, приходят к тебе заниматься? Я это не беру их. Не беру. То есть, высшим театральным образованием не попасть к тебе? Нет, ну, тут просто неважно, откуда из ГИКа, это связи нет. Я не, моя школа никак не конкурирует со ВГИКом и с любыми такими профессиональными учреждениями, которые готовят профессиональных вот таких вот киноделов. Я все-таки занимаюсь людьми, которые безумно любят кино и просто хотят чему-то в нем научиться. А вот чему, тут уже, пожалуйста, расскажите мне, чему, и я вас научу. От того, что снимать лучшие ролики в социальных сетях на свой мобильный телефон, или для какой-то своей другой работы делать какие-то очень хорошие видеофильмы, или все бросить и начать снимать кино просто на айфон, и участвовать в международных кинофестивалях, которые принимают эти фильмы, снятые на айфон. А сейчас таких много. Есть такие, скажи. Конечно, да. Маленький оскарик выдают там, что? Нет, но как минимум вы туда попадаете и понимаете, что вы сняли фильм, что вы не один. Да, который смотрят люди. А сейчас ведь есть еще онлайн кинотеатры в интернете. И если вы действительно сняли хороший фильм, а это все только в ваших руках, уже это от техники не зависит. Если раньше мы были, как снять кино? Боже мой, это так дорого, это пленка 35 миллиметров, камеры, свет. О, это безумно дорого. Сейчас препятствий никаких нет. Ты берешь в руки мобильный телефон, дальше у тебя должно быть все в голове. Как написать сценарий, как все снять, это все в голове. Это не стоит денег, это стоит твое времени и твое безумное желание. И опять же ты говоришь, что это дело техники. Писать те же самые сценарии, нужно изучить какие-то основные правила. Конечно, изучить. А можно как-то стимулировать себя на вдохновение? Этому ты тоже учишь. Да, у меня есть тренажер фантазии. Это вот о чем ты уже говорила. Кина, дзен, да, буквально, в прямом смысле слова. Мы всем организмом, всем телом помогаем себе. Мы все о работе, о работе, о работе, о работе. Где ты ловишь свой дзен и где ты себя восстанавливаешь и приводишь себя в правильное состояние, чтобы фантанировать дальше. Где берешь вдохновение, да. Меня расслабляют люди. Я люблю заглядывать в глаза, люблю заглядывать в глаза, пристально смотрю, не все выдержат этот взгляд. Я пытаюсь вот эту энергию, да. Я и даю, но и беру очень. Люди, люди, люди. Самые главные источники энергии, счастья, эмоций, чувств. И все, что за этим сложно. Что ж, какая ты молодец, так приятно, когда художник говорит люди, они говорят, у меня так все уже надоели, я запираюсь дома в своей квартире, включаю музыку и каких-нибудь йогов тибетских. И читаю или слушаю и так далее. Я не запираюсь. Не запираюсь. Я отыщу людей, зову, приходите ко мне в школу, по воскресеньям я снимаю кино, будем проводить воскресенье вместе и друг друга всему учить. Ну, как минимум, очень здорово можно проводить воскресенье. Да просто. Не будешь ты режиссером, не будешь ты режиссером. Это идеальные воскресенья, я вам обещаю. Тем более с такой женщиной, которая знает, как правильно жить и как стать главным режиссером своей жизни и главной в нем актрисой при этом. Супер, спасибо тебе огромное. 15 октября, Ира, да, все правильно. 15 октября в главкино встречаемся на открытом мастер-классе. Вся информация будет в соцсетях. Ирина Миронова, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо, что пришло к нам. До новых встречи. Пока-пока.